Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда список авторов доходит до 4 и 5, но всё-таки мы будем называть, наверное, преобразование Лежандра, а кроме этого ещё иногда Юнга, Фенхеля и иногда Мороу говорят. Ну, все люди эти имели отношение к исследованию данной функции, но, наверное, Лежандр первый. Прежде чем формулировать это понятие, мы докажем одно следствие из теоремы об отделимости, касающейся выпуклых функций. Теорема 1. Следующая. Пусть функция f определенным набановым пространством, vr1 с чертой, подключая плюс бесконечность, это собственная выпуклая полнепрерывная снизу функция. Тогда функцию f можно представить как супремум. Афинных функций. Давайте напишем. h от x вида px, p-линейный функционал, минус, скажем, β, то есть линейная функция со сдвигом β, вот с супремум афинных функций, которые не превосходят функцию f. Ну, то есть h от x, минус равно f от x для всех x из нашего пространства. Вот по всем таким функциям, которые иногда говорят, мажорируют снизу или минорируют, я не знаю, это слово минорируют как-то, не очень вяжется с русским языком, но тем не менее, подпирает снизу выпуклую функцию. И вот супремум по всем таким афинным функциям есть функция f от x. Давайте докажем эту замечательную теорему. На самом деле мы ее уже не доказываем, а мы просто формулируем в результате доказательств некие следствия известных нам утверждений, доказательства. Ну, в силу условий мы знаем, что e, p, f – это выпуклое множество. И в силу того, что полнепрерывные теоремы о полнепрерывной функции над график, полнепрерывная группа – это замуты множество. Ну, и не пустое, конечно, не пустое, потому что это собственная функция. И в силу того, что мы рассматривали в параграфе, в предыдущем параграфе, сейчас это у нас, я извиняюсь, сейчас у нас параграф 7 все-таки. А вот в предыдущем параграфе 6 было одно следствие, которое называлось принцип, опорный принцип. Из опорного принципа мы говорили, что над график e, p, f – это есть пересечение всех полупространств, ну, как-то мы их там h-минус какими-то по парам p-бета, пересечение всех таких полупространств, которые содержат наше выпуклое множество. В силу специфики над графика, ну, то есть, что если точка x-μ принадлежит над графикой, то и для всех μ1 больше, чем μ, точка тоже принадлежит над графикой. Вот в силу такого специфики, в силу особенности e, p, f – это на любом множество над графикой. Например, какой-нибудь шар не является над графикой функции и так далее. А вот в силу особенности над графикой функции S мы утверждаем, что существует только два типа вот этих полупространств, которые стоят в данном пересечении. Первый класс – это вертикальный. Дело в том, что, напомним, что мы находимся в пространстве e умножить на r, над графикой наш, e на r1. И вот в этом произведении двух пространств мы строим полупространство. Так вот, два типа полупространства. Первое – вертикальные. это полупространства, которые, скажем, тоже будем как отрицательные, h минус p, там, с каким-то β. Это совокупность таких xµ, что существует p, px минус число β, вот это я сотру, не мешается, минус β, меньше или равно 0. Ну, я сейчас нарисую это все на картинке. И второе – верхнее полупространство. То есть, это такие полупространства, которые, на самом деле, уже задаются. Вот здесь вектор β умножается на единичку, p минус 1, но никакого μ нет. А вот вторые полупространства, верхние, это такие, что xµ, что px минус β, меньше равно μ. Что это такое? Давайте это изобразим, поймем, что да, на самом деле, все это правильно. Ну, вот я нарисую какую-нибудь выпуклую функцию, скажем, минус корень из единицы минус x². Полуокружен. Но на отрезке она, соответственно, конечная, за этим отрезком она является плюс бесконечной. Вот и π, f – это вот это множество, которое здесь у нас получилось. И, значит, это x, а здесь μ. Кладем значение второго произведения, второго пространства. Вот. И у нас могут быть вот такие вертикальные полупространства. Вот, например, это, в которое вектор нормали смотрит наружу. Это вектор p0 в произведении пространства. По p и не инфункционал, а по второму пространству 0. Ну, аналогично здесь, скажем, здесь p1, 0, здесь какой-нибудь p2, 0. Соответствующий, так сказать, вектор нормали из сопряженного пространства. Вот. А есть вот такие полупространства, наклонные, иначе говоря, или, говорим, верхние, что у нас в верхней части этого верхнего полупространства находится множество. Значит, у него вектор нормали. p минус 1. Вот здесь p. Так, а что-то я тут запятую. px минус μ1, меньше равно β, скажем. То есть p на минус 1, вот это скалярно умноженное, или, как сказать, линейно, функционально умноженное на x μ. Вот это вот пространство верхнее. Вот в отрицательном полупространстве относительно таких выражений мы получим наше множество. Наша цель – показать, докажем, что вот в пересечении этих самых, которые наверху написали, h минус p β, состоящие из всевозможных вертикальных или верхних полупространств, достаточно брать только верхние полупространства. Ну, чтобы это доказать, давайте, прежде всего, сделаем, так сказать, нулевой шаг, что, во-первых, существует, по крайней мере, одно верхнее полупространство. Полупространство, ну, в котором содержится и АПФ. Ну, вот это пространство нам, давайте введем в обозначение, как мы это в определении нашей теоремы 1 в формулировке. Скажем, вот h от p будем писать вот эту правую часть. Можно h от p β даже. p h, p β. В общем, или просто h от x. Пока индексы оставим. p x минус β. Ну, минус мне так, это удобнее. Вот эта афинная функция здесь присутствует. Здесь афинная функция меньше равно нуля, а здесь афинная функция меньше равно мю, которая в левой части этого соотношения. Вот, то есть требуется доказать, что существует такое вот h нулевое, которое является верхней. Вот, допустим, противная. Чтобы показать, что это не может такого быть, значит, противная. Что означает? Что тогда все наши пространства в этом пересечении, все полупространства, является вертикальной. Ну, тогда для любой точки x, прилежащей дому f, где функция должна быть конечна, да, по определению, мы имеем для любого h вот этого p минус, любого такого p минус β вертикального полупространства, в силу того, что здесь у нас нигде значение мю не используется, мы получаем, что p x минус β меньше равно нуля. Что это означает? Это означает, что для любого мю из действительных чисел пара x-мю должна лежать в этом полупространстве, отцена следует, что она должна лежать в vpf, потому что эти полупространства, их пересечение дает весь надгаз. Но такая запись означает, что мю может быть принимать, коли угодно, малые значения, вплоть до минус бесконечности. То есть из этого следует, что f от x это есть минус бесконечности, потому что это инфинум по всем значениям надграфика. Но это противоречит определению дома. Потому что x принадлежит дому, где функция конечна. Меньше бесконечности в росте конечна. Значит, мы получили, что, допустим, обозначим какую-то заведомо существующую афинную функцию как h0. Итак, пусть h0 от x равное какой-то p0 x минус b минус β0 вот это задает верхнее полупространство, которое содержит в себе наш надграфик. Теперь мы говорим, что рассмотрим любую точку, вот я ее здесь нарисую, x0 минус которая не принадлежит над графикой любую точку x0 минус не принадлежащей этой. Но по опорному принципу это означает, что существует гиперплоскость, которая отделяет. Допустим, что мы нашли всего-навсего вертикальную гиперплоскость. которая отделяет. Вот здесь как раз на рисунке у меня такая вертикальная гиперплоскость. То есть мы знаем, что существует такое h1 от x, которая отделяет точку x0 минус от эпи-ф. Что это значит? то значит, что вертикальная такая гиперплоскость отделяет одно. То есть точка находится в одном полупространстве, а все множество находится в другом полупространстве. То есть это означает, что функция h1 от x0 больше нуля, а h1 от x меньше равно нуля для всех x из дома f. Вот что такое деление над графиком. У них дома не пересекаются. Здесь дом этой точки есть x0, а здесь другое множество. рассмотрим такую, построим новую функцию hλ от x, которая есть λ h1 от x плюс h0, то самое, которое заведомо гарантированно существует верхняя полу афинная функция, которая задает верхнее полупространство. Вот, где λ больше нуля. Значит, рассмотрим, какие значения принимает эта функция при x приезжающей дом f. Для любого x приезжающей дом f λ h1 от x меньше равно нуля. Поэтому эта величина отрицательная или равная нулю, значит, мы получаем, что h λ от x меньше равно h0 от x. А в свою очередь, h0 это была афинная функция, задающая верхнее полупространство, то есть h0 от x меньше равно f от x. Вот. Но если мы теперь рассмотрим любое x, не пролежащее любого x из e, то так как эти функции конечны во всех точках, а f может быть только принимать плюс бесконечности не дома, то мы получаем, что это верно всегда. То есть hλ от x всегда будет меньше равно f от x для всех x из e. Не только на доме. просто за пределами там просто f дисконечность она больше не меньше любого другого значения, скажем так. Вот. А теперь начинаем смотреть про точку x0. Точки x0. Ну, точка x0 ми 0. Вот у нас точка. Так как у нас h от x0 положительно, λ положительно, а h0 от x0 это какое конечное значение? Но мы всегда можем λ выбрать настолько большим, чтобы эта сумма стала заведомо больше нуля. Не только больше нуля, а больше, мы не знаем, больше ми 0. Ми 0 может быть было и отрицательным. То есть существует λ, скажем, 0 больше нуля, что hλ 0 от x0 будет больше, чем ми 0. Значит, что же мы получили? Мы получили что с одной стороны вот эта точка лежит под верхней. То есть мы провели вот как раз такую вот такую афинную функцию, такую гиперплоскость, что у нас h от x0 оказалось вот это значение больше, чем ми 0, то есть у нас точка x0 ми 0 в одной полуплоскости, а, соответственно, h при том же λ 0 от x меньше, равно f. То есть f у нас находится с другой стороны. Но это означает, что данная афинная, то есть h λ x отделяет x0 ми 0 и эпи. Ну, не само h, а вот та гиперплоскость, которая задается этим равенством при заданных значениях соответственно линейной комбинации там, соответственно, будет p0 плюс λ p1 и так далее. В общем, то есть вот такая функция отделяет точку и надграфик, и тем самым мы можем всякую вертикальную гиперплоскость заменить или вертикальное полупространство заменить на верхнее полупространство, и тем самым можно выкинуть, потому что отделимость осталась, значит, для всех точек вне мы получаем, соответственно, заменяя вертикальные на верхние, мы получаем, что в нашем надграфике есть пересечение только верхних полупространств, но это и требовалось доказать. Вот это вроде бы такое геметрическое, довольно простое доказательство на самом деле в себе содержит очень, ну, мы использовали, конечно, теоремоотделимости здесь активно, или опорный принцип, который я назвал. Давайте посмотрим, что из этого следует другая очень знаменитая теорема. на самом деле тривиальные следствия данной теоремы. Итак, что же мы получили? Мы получили, что f от x, значит, следствие, ну, я не формулирую следствие, а просто делаем выводы, что же получили, что f от x является, равняется супремуму каких-то h p p beta, так сказать, от x по каким-то p beta, ну, лежачих в некотором множестве. Давайте обозначим h со звездой. Это пересечение полупространства я обозначил, переписал в виде такого равенства для фут, для всех из е. Ну, h p понятно, что это такое. h p beta от x это есть p x минус b. Итак, мы получили, что f от x меньше, а больше ли равен, что это супремум, p x минус b для любых, ну, во-первых, для всех x, и, во-вторых, для пар p beta, принадлежащие некоторому множеству f со звездой. Обознал его, обозвал его здесь, f со звездой. Давайте перепишем немножко это равенство, напишем, что beta больше равно, чем p x минус f от x. Это верно для всех x. то есть зафиксировали p beta. Смотрим, что у нас получается. Это верно для всех x из нашего пространства. Значит, если мы здесь напишем супремум слева, то мы получаем, что beta будет больше равен, чем супремум p x минус f от x по всем x из пространства e. Тем самым, мы пришли к тому, что наш набор p beta, вот это множество, есть не что и множество, не что иное, как надграфик, потому что он состоит из точек и функций и значений beta, которые больше некоторого значения. И вот тут нам самое время и вести эту замечательную функцию, которая называется преобразованием дежандра или сопряжённой. так, определение первое преобразованием в скобках сопряжённой функции функции f f от x скажем называется следующая функция обозначается на f со звёздочкой от p равняется супремум p x минус f от x по всем x из e. Формула 1 напишем. Значит, p здесь принадлежит сопряжённому пространству e со звездой. Во-первых, глядя на это определение, мы видим, что функция f есть супремум афинных функций. Каждая x фиксирована, это просто то же самое афинные функции, как была в предыдущей теореме. И силуэта, вот так как супремум выпуклых функций будет выпуклых, то f со звездой всегда выпуклая функция. Теперь что ещё можно, то есть возвращаясь к тому, что мы уже написали, как следствие из теоремы 1, мы написали, что β больше равно, то есть мы получаем, что у нас силу теоремы 1. Мы говорили, что f от x не супремум h pβ, то есть вот всех верхних афинных функций, сдающих верхнее полупространство, супремум по какому-то там вот pβ из f со звездой. Что это значит? Это есть супремум, а h это есть px, а в качестве минус, давайте пока напишем минус β, при условии, что p β содержится в f со звездой. Так как f со звездой имеет смысл надграфика сопряженной функции, в силу вот этого неравенства, β больше равно сопряженная функция, вот эти пары входят в f со звездой, то мы можем переписать это как супремум px и вместо β взять наименьшее значение минус, а наименьшее значение здесь будет наименьшее из них, это β наименьшее это супремум то есть f со звездой, всего того неравенства. Здесь супремум по всем p уже можно писать из всего пространства, даже не ограничить, потому что если выходит из дома f со звездой, то это бесконечность плюс бесконечность она нам говорится, картина не портит. ну а то, что здесь написано, это опять есть определение сопряженной функции или преобразование движандра, только уже f со звездой, мы получаем, что есть f со звездой, от которой взяли еще раз сопряжение, ну иначе пишут f на пространство пространство пространство, все. Нет, f две звездочки определена на е. Вот здесь нету той самой топологической двойственности, которая, вот вообще в выполненном анализе мы часто будем вот уходить от вот этой проблематики второй сопряженной, в данном случае мы здесь f со звездочкой будет определена на пространстве е, и ни на чем более. Потому что мы писали f от x и брали здесь супрем по p, значит, конечно, здесь не все x, но мы же супрем не по x берем, по p сопряженной, поэтому x здесь из исходного пространства. Ну, вот значит, все стараются избавиться от вторых сопряженных, а вы можете приделать этому, как говорится, попробовать из этого. Здесь как раз хорошо, что нету второго сопряженного. Ну, честно, конечно, сказать, вообще все это вводилось-то реально в конечномерных пространствах. Вот всеми... Более того, часто это вообще была плоскость или пространство максимум, так сказать, сто лет назад. Ну, ясно, что все это можно обобщить, но вот вопрос о том, что здесь брать функция f от x определена на исходном пространстве. Мы получили следствие, которое называется теорема Фенхеля-Маро. теорема 2. Пусть f собственная функция, тогда f выпукло и полонеправлено снизу, тогда и только тогда, вот слово тогда не очень хорошо получилось, тогда и только тогда, когда f от x равняется f дважды сопряженной от x для любого x из e. Никакого e две звезды здесь нет. Да, я не написал. Фенхель-Маро. Ну, это классики, так сказать, столетней давности, вот, которые активно занимались выпуком анализом и этим исследованием. Вот. Вот такая замечательная теорема, которая имеет много следствий. Вот, давайте ее ослезать. А вообще, теорема получилась как простая переформулировка первой теоремы. Ничего другого мы не делали. Пересказав первую теорему, мы получили вот другой вид ее. Оказалось, вот такой вот замечательной равенствием. Ну, давайте начнем с того, что пусть функция f не является выпуклой. Выпуклой и полонепрерывной снизу. Не то, не другое. оно может быть либо не того, либо того нет, либо этого нет. в общем-то. Тогда, если у этой функции взять замкнутую выпуклую оболочку, помните, выпуклую оболочку мы с вами определили, замыкание функции мы тоже определили, это, соответственно, полонепрерывная снизу, которая подпирает нашу, максимально подпирает нашу функцию снизу. Итак, выпуклая замкнутая оболочка функции f, если она больше, чем минус бесконечность, понятно, что выпуклая оболочка, например, функции минус x квадрат является минус бесконечность всюду, и тут ничего хорошего мы, кроме минус бесконечность, не получим. Вот, если же все-таки выпуклая оболочка у нас всюду собственные функции, иначе говоря, да, больше, но хотя, может быть, иногда она плюс бесконечность, там, каких-то хитрых случаев так тоже, вот, очень необязательно, то есть, если ко чертой f, то справедливо следующие два равенства, во-первых, сопряженная функция к выпуклой замкнутой оболочке совпадает с сопряженной функцией к исходной функции, то есть, операция взятия выпуклой и замыкания не влияет на выпукление и замыкание не влияет на операцию сопряжения, ну, это понятно, потому что операция определяет через супремум афинных функций, тут, в общем, как ведет себя функция f, в общем-то, выпукление совершенно не важно, но это надо доказать, и второе, что, ну, выпуклая замкнутая оболочка функции f это есть f две звезды, вот что важно, то есть, если мы хотим найти выпуклую и замкнутую оболочку, для этого надо взять вторую сопряженную функцию, оказывается, такая операция приводит нас неинфимальные всякие операции, которые мы с вами рассматривали, когда задавали безусловный экстремум, там искать надо в каждой точке, да, да, спасибо, f от x, конечно, вот тут p, а здесь x, для всех точек, p из e со звездой, x из e, давайте докажем, доказательство очевидно, поэтому я в нем часто, ну, сейчас придумаем, значит, первое равенство, собственно, надо доказывать, итак, что такое сопряженная функция, f со звездой, давайте напишем, от p, это есть супремум px минус f от x, следовательно, если, если, из этого следует такое неравенство, f с звездой от p, плюс f от x, будет больше равно p на x, это неравенство фенхеля, ну, в некоторых аудиториях так ее называют, я тоже, мой учитель так называл, неравенство, хотя оно тривиальное, следствие определения, вот, значит, отсюда мы можем написать, что f от x больше равно px минус f со звездочкой от p, ну, для всех p, конечно, да, мы получаем, что если здесь возьмем супремум, мы получаем, что f от x больше равен супремуму по всем p, px минус f со звездой, ну, а это есть f, где, сейчас, я что-то не то стал считать, виноват, нам не нужна вторая, сейчас, секундочку, сейчас, значит, давайте овыпуклем, справа у нас стоит выпуклая функция, афинная по x, а слева не выпуклая, поэтому мы можем выпуклой, сделать выпуклую оболочку и замыкание с сохранением неравенства, q с чертой f от x опять будет удовлетворять такому же неравенству. Теперь мы назад перенесем, вернем все на место, напишем, что f со звездочкой от p больше равно px минус q с чертой f fx для всех x. То есть, если мы возьмем здесь супремум, то мы получим, что f со звездочкой от p больше равен, чем сопряженная функция в q с чертой f со звездочкой от p. то есть, это в одну сторону, а в другую сторону сейчас, значит, что такое, значит, ну вот здесь вот давайте в обратную сторону, f от x, ну вот здесь давайте, f со звездочкой от p, если мы знаем, что, а вот так напишем, как связаны f от x и q, мы знаем, что выпуклая оболочка может только уменьшить нашу функцию. f от x больше равно, чем q f от x. Поэтому, если мы в этом выражении минус f от x будет меньше равно, чем минус q, f со звездочкой от p будет меньше равно, чем супремум p x минус q f от x. Понятно, да? Вместо минус f мы поставили минус q f, вот, и тем самым супремум стал, вот, супремум увеличился. Получилось вот такое неравенство, но справа стоит у нас, справа это есть, то есть, меньше равно, q f со звездочкой от p. То есть, мы получили такое неравенство и противоположное неравенство. Значит, имеет место равенство. Ну, а последнее выражение, давайте здесь напишем его. Опять же, выпуклая оболочка, давайте f две звезды от x. Это вторая, это сопряженная от сопряженной, f со звездой и от нее взять еще раз звездочку, да, от x. Но f со звездой равняется q f со звездой, от которой взять еще звездочку. Притом, здесь q f с чертой. Не просто q, а q с чертой здесь, не только о выпуклении, замыкании еще. А это в силу теоремы 2. Вторая сопряженная от q f есть q f от x. q с чертой f от x. Вот. Но это, собственно, нам и требовалось доказать. То есть, это простое следствие первого равенства. Вот здесь сразу возникают такие интересные вещи. Например, мы знаем выпуклую оболочку, но не знаем ее замыкания. Тогда надо просто замкнуть, соответственно, ну, в общем, это сейчас мы будем по ходу делом, мы этим будем пользоваться. Такими свойствами. теперь, по-моему, я дальше собирался примеры забрать. немножечко остановимся. да, все правильно. Примеры. Ну, разберем. Примеры будем, конечно, разбирать на практическом занятии, но парочку простейших разберем. Вот, допустим, что у нас дельта-функция, ну, на самом деле, не дельта-функция Дерак, а индикаторная функция, дельта x, а, я напомню, это есть 0, если x принадлежит а большому, и плюс бесконечность, если x не принадлежит а большому. Если а замкнуто, выпукло, то мы знаем, что эта функция тоже полонепривана снизу и выпукла. Давайте посчитаем в этом случае сопряженную функцию, дельта со звездочкой от p. Ну, это супремум px минус дельта xа. во всем x из пространства g. Но мы с вами замечаем, что дельта у нас либо плюс бесконечность, что в супремуме, ясно, не играет активной роли, или 0. Поэтому ясно, что это равно супремуму px в случае, когда x принадлежит множеству а. Но это и есть дельта, и это и есть опорная функция spa. то есть мы нашли первую связь индикаторная функция, оказывается, сопряженная к индикаторной, есть опорная функция нашего множества. Это прямое упражнение, простейшее. Ну, еще одно упражнение, это, скажем так, функция φ из r1 в r1 четная, выпуклая, ну, непрерывная, простой пример, непрерывная функция на всей прямой. Ну, например, x квадрат, есть что-нибудь такое, да? Четная, выпуклая, непрерывная функция. Вот, тогда рассмотрим f из e из банкового пространства в r1 следующим образом f от x это есть φ от нормы x. Да, функция f ну, тогда доказывается, что эта функция f будет выпукла. Вот, и нас интересует, чему будет равна ее сопряженная. Так, ну, давайте перейдем на следующую доску. Смотрим, что такое f со звездочкой. по определению это есть супремум по всем x p на x минус это f от нормы x. Супремум здесь мы видим, что функция φ не зависит, если в этой системе ввести некую сферическую вобщенную систему координат, от углов она не зависит, зависит только от радиуса. Вот этим воспользуемся. То есть мы в силу того, что если мы ну, давайте переобозначим и так, супремум по всем x, то норма x равна t. Какому-то t больше нуля. Ну, по всем t. А, виноват. Супремум по всем t, извините. По всем t больше, ну, или равным нуля. А здесь норма x равно t. Здесь будет p x минус φ от нормы x. Пока я еще не меняю. А теперь я говорю, что вот на этой сфере радиуса t вот это вот значение при фиксированном p можно всегда максимум выбрать. Потому что здесь от смены угла ничего не зависит. То здесь подобрать можем такое x, которое будет параллельно p. То есть иначе говоря, в силу определения даже тут не требуется рефлексивность. А в силу определения нормы супремум p x равняется норму p на норму x. И мы это равняется супремум по t больше нуля от нормы p в сопряженном пространстве, скажем, написано звездочку на норму x это t и минус φ от t. Больше равно это в нуле неважно. Супремум не будет, скорее всего, да? А теперь мы говорим, что в силу четности смена знака у φ не меняет это значение, а здесь появляется отрицательное. Заведомо добавление отрицательного значения будет меньше, чем супремум при положительном. Поэтому это равняется супремум по всем t и z 1 норма p на t минус φ от t. Ну, а то, что здесь написано, это есть сопряженная функция φ со звездой в точке норма p. Ну, тоже со звездой, но здесь уже в смысле сопряженного пространства. Вот такая. Мы будем много других примеров разбирать, более качественных, но сейчас на этом остановимся, у нас времени мало, и переходим к новому объекту. Вместе с операцией сопряженная функция нам интересно, как операция сопряжения действует на алгебраической операции, например, сумма функций. Как преобразуется сумма функций при взятии и образовании лежандра. Здесь мы приходим к новому объекту, который называется сверпкой. Ну, называется по-разному, разная степень перевода есть, инфимальная конволюция, скажем, в книжке Тихомира Уёфа моих учителей. Ну, в общем, так, определение у нас второе. пусть F1 и F2 собственные выпуклые ну, вообще говоря, условия, которые я здесь накладываю, они, может быть, и не всегда нужны. Собственные выпуклые, даже полный перенос не будет. Выпуклые, выпуклые функции. тогда сверткой операция свертки очень известна в матфизике. Там интегральная свертка делается. А здесь сверткой выпуклой функции называется следующая операция F1 плюс кружочки F2 от Х называется инфинум. по всем Х1 запятая Х2 таким, что Х1 плюс Х2 равняется Х от выражения F1 от Х1 плюс F2 от Х2. Вот что это за такая страшная операция, которую придумали наши предшественники какими-то сверхъестественными напряжениями ума. Да ничего подобного. Все это очень просто и очевидно. Только надо понять, откуда здесь... Ну, прежде всего, раз уж мы ввели формально это определение, упражнение один, которое мы будем делать на сегодняшнем или следующем семинаре, это доказать, что F1 плюс F2 выпуклая функция. Я не говорю полный неправильный снизу, я говорю для выпуклых функций, да. Так, давайте мы будем обсуждать, беседовать на семинаре, да, а то я не успею доказать теоремы, а потом мы уже... Вот, если у вас по ходу дела есть какие-то, что-то я не так написал, это я готов с вами а так, пожалуйста, давайте на семинаре. Итак, пусть за... что это выпуклая функция. И дальше предложение даже, тоже упражнение, но я его напишу как предложение, которое говорит, что если мы возьмем над график вот этой новой функции F1 плюс кружочки F2, эта функция может не быть полной неправильной снизу, поэтому надо ее замкнуть, к сожалению. То это будет сумма над графиков EPF1 плюс обычной суммы Минковского, EPF2, но тоже, так как сумма замкнутых множеств может оказаться не замкнутой, тоже надо замкнуть, потому что тут на границах, вот на границах может равенство, во внутренних точках все будет выполнено, а во границах может быть всякие неприятности, поэтому пишем черту и там, и там. Вот что это такое. и то есть эту операцию вполне можно было назвать EPISUMMA сложения над графиков так же, как мы строили выпуклую функцию и там строили выпуклую оболочку, замыкание. Здесь надо сложить над графики и получить ту функцию, которая в общем-то получится, так сказать. Это и будет сверта или инфимальная конволюция, как говорили, называлась Владимир Михайлович Тихомиров. Вот. Значит, а мы сейчас докажем, откуда появилось это определение. Оно же, мы сказали, что нам важно связать операцию сопряженной или преобразовании жандра с операцией сложения. Теорема. Теорема у нас вторая, да? Сейчас. Или уже третья? Значит, да, третья. Теорема третья. Так, пусть задны две функции f1 и f2 собственные выпуклые полунепроверные снизу. тогда нет места в следующий район. То есть, операция инфимальной конволюции преобразуется. то есть, если мы возьмем f1 плюс кружочки f2 и от этой функции возьмем сопряженную, то мы получим не что иное, как f1 сопряженная в точке p f1 в точке p плюс f2 в точке p. то есть, давайте это обозначим как-нибудь. Значит, вот там мы равенство 1 где-то там писали, равенство 2, скажем, но этим не будем пользоваться, а вот это вот значит, равенство 3. То есть, в одну сторону взятие сопряженной от инфимальной конволюции дает чистую сумму. Что же будет в обратную сторону, если f1 плюс обычная сумма функции f1 плюс f2 и надо взять от нее сопряженную, вот, то, к сожалению, здесь уже не будет чистой, то есть, f1 со звездочкой плюс кружочки f2 со звездочкой и надо сделать еще замыкание. Вот это, то есть, это меньше ли равно давайте от p напишем, как бы, то есть, это меньше равно, чем f1 со звездочкой плюс f2 со звездочкой от p. Ну, потому что замыкание, оно может только уменьшить. Вот это четвертое. У нас ничего странного здесь нет, я сейчас объясню. Вот, но нас интересует, когда есть равенство без замыкания. Если дополнительно существует или иначе говоря int дом f1 внутренний дом f1 пересеченное с домом f2 не равно пустому множеству, то в равенстве 4 можно убрать то для любого p принадлежащего e принадлежащего нет, наверное, принадлежащего дому все-таки, где конечная это самая правая часть, дому f1 плюс f2 со звездочкой звездочкой. Справедливо следующее равенство f1 плюс f2 со звездочкой от p есть минимум не только снять замыкание, но даже вот в этой инфимальной операции инфинум в формуле 2 заменяется на минимум по p1 p2 таким, что p1 равно p2 p1 плюс p2 равно p от суммы f1 от p1 плюс f2 от p2 формула 5 Как говорят, за все надо платить, чтобы получить хорошие качества. Я напомню, мы с вами обсуждали этот вопрос, что если две функции собственные, выпуклые и хорошие, то сумма двух функций может быть не собственной. f1 со звездочкой Нет, это уже звездочка. Сейчас, 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 чтобы я сейчас сразу не буду, я уже куда-то побежал, но со звездочкой, да, со звездочкой, конечно, ну да, как, то есть, просто вот это, это, вот этот плюс кружочки записан, минимум, от f1 до c2 со звездочкой. Вот, значит, смысл какой, что если две функции, выпуклые и собственные, сумма их может быть не собственная. Ну, дома не пересекаются, и получилось такое. Поэтому, вот это условие, оно не является противоестественным, оно наоборот, как бы, что дома пересекаются, но есть более сильные условия. Это условие некоторых авторов, есть книжка Эклан, Абен Эклан, прикладная, сейчас, забыл уже, как называется, желтенькая, в следующий раз я вам принесу. Там, эти условия усиливаются, ну, я знаю, у нас еще Коттекеладзе занимались, занимался этими же обобщениями. Но, в принципе, это условие вполне, так сказать, разумное, чтобы его дальше можно было не обобщать. Давайте проверим. Покажем, что первое равенство, оно просто первые два равенства. Довольно очевидные следствия определения. А вот последнее, самое последнее равенство, оно есть довольно сложное математическое упражнение. Так, доказательство. Так, начнем с первого. Что мы доказываем? Да, что F1 плюс F2 в кружочке, F1 плюс в кружочке F2 со звездочкой от P. Что это такое? теперь супремум по определению сопряженной функции Px минус минимальная конволюция инфину x1, x2 сверка x1 плюс x2 равно x и f1 и f1 от x1 плюс f2 от x2 равняется. Супремум здесь по всем x. Вытащим этот инфинум наружу в силу того, что здесь ничего не меняется от этого представления. и получаем супремум по x а здесь супремум вместо минус инфинум мы напишем супремум по x1 x2 таким, что x1 плюс x2 равно x. P сразу начинаем себе вместо x пишем x1 плюс x2 минус а здесь будет f1 от x1 минус f2 от x2 мы видим, что наша в силу линейности линейного оператора мы можем расписать это как две суммы при том одна зависит только от x1 другая только от x2 поэтому можно спокойно писать что это супремум по x1 независимо от супремума по x2 эти два супремума объединить в один ну и здесь будет P на x1 минус f1 от x1 плюс P на x2 минус f2 от x2 повторяю, здесь супремум от двух функций независимых аргументов равняется сумме супремумов это и дает нам f1 со звездочкой от P плюс f2 со звездочкой от P вот если мы теперь к этому равенству применим вместо f1 напишем f1 со звездочкой и еще раз возьмем звездочку там будет уже от x наверное то теми же сами рассуждениями мы получаем что это есть f1 со звездочкой еще раз здесь звездочку от x плюс f2 тоже здесь звездочки от x но в силу того что функция f1 и f2 полнепрерывная выпуклая то это равно в силу теоремы 2 f1 от x плюс f2 от x ну если теперь мы опять к этому равенству применим операцию комплексно то есть взять операцию преобразовательной жанра f1 f1 плюс f2 взять звездочку то это надо вот к этому равенству применить еще раз звездочку будет f1 со звездочкой плюс кружочки f2 со звездочкой и здесь будет 2 звездочки получилось аж 3 звездочки почти что армянский коньяк да вот ну учитывая что взятие второй сопряженной это есть мы с вами только что следствие доказали что это выпуклая замкнутая оболочка исходная в силу того что сумма является выпуклой но она может быть не замкнута поэтому остается только взять операцию замыкания f1 со звездочкой плюс f2 со звездочкой с чертой взять операцию то есть мы доказали равенство 3 и 4 ну здесь еще раз напишем что это меньше равно нам сейчас это потребуется чем сумма до замыкания f1 плюс f2 со звездочками без замыкания в любой точке p здесь p где-то должно стоять p и p в каждой точке так вычисляют ну вот мы пока что писали символы хотя здесь многие какие-то вещи могут быть бесконечности понятно да теперь рассмотрим вот главное внимание обратим обратим на последнюю последнее равенство 5 которое мы должны доказать для начала итак докажем напишем докажем 5 нам надо доказать равенство без замыкания ну вот хотя в 5 тут у нас все конечно мы все-таки рассмотрим случай тривиальный случай пусть p0 скажем не принадлежит дому этой правой части f1 плюс f2 со звездочкой то есть сумма функций тут бесконечность да что мы нет все-таки нет наверное сейчас p p это у нас да ну ладно вот так вот будет значит что нам это даст ну это означает что f1 плюс f2 со звездочкой от p равно плюс бесконечность вот давайте то есть мы рассмотрим вот этот равенство который уже доказано то есть f1 плюс f2 со звездочкой от этого p0 равно плюс бесконечность тогда в силу вот вы его в силу 4 из 4 следует что эта сумма тем более будет бесконечность она больше равна то есть следует что f1 со звездочкой плюс кружочки f2 со звездочкой от p0 тоже равна плюс бесконечность ну то есть мы имеем равенство в таком выраженном случае ну а теперь рассматриваем реальное пусть это был а вот основное внимание b p0 принадлежит соответственно дому f1 плюс f2 со звездочкой ну тогда значение это f1 плюс f2 со звездочкой от p0 обозначим его каким числом мю 0 мы знаем что это меньше плюс бесконечность на самом деле когда мы берем сопряженную функцию у нас может появиться несобственность не только в смысле то есть супремум берем ну может получиться здесь выпукла оболочка может получиться минус бесконечность вот это надо тоже проверять то есть мы пока что можем утверждать что мю 0 меньше плюс бесконечности теперь для этой точки вспоминаем про наше главное оружие это вот это внутренность то есть пусть точка так скажем существует по условию точка x1 который принадлежит int дому f1 вещённую с дому домом f2 ну то есть в этой точке заведомо f1 плюс f2 в точке x1 будет меньше плюс бесконечности поэтому если есть точка в которой функция конечная не равна плюс бесконечности то значит если мы возьмём сопряжённую к ней функцию то мы знаем отсюда из этого следует что значит есть точка где величина минус f1 плюс f2 от x конечна и тем самым сопряжённая не минус бесконечности то есть из этого следует что не 0 больше минус бесконечности то есть мы чётко обосновываем что не только для этого нужна данная но в частности здесь тоже нам потребовалось что пересечение домов не пусто и значение в точке p0 будет именно число никакая бесконечность не будет теперь построим два множества одно множество и pf2 но выпукло замкнуто в силу условия функции полуниверсия снизу и выпукло а второе множество это есть пара xμ таких что μ меньше равно вот это наше p0 минус f1 и вычтем ещё миноль сейчас я вычтем миноль я сейчас уточню так все так стоп нет не то извините вот перепут переставим функции здесь то f1 который с внутренностью а здесь f2 теперь мы утверждаем что множество а пересчённое с внутренностью f1 пусто ну да во-первых вот почему множество а выпукло ну потому что это есть здесь стоит функция вогнутая выпуклая и афинная это вогнутая и стоит под график μ меньше равно значение то есть это перевернутая либо поменять надо было знаку функции всего и написать над график но мне так удобнее писать то есть умножить всё на минус мы бы получили ну это выпуклое 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 ну и замкнутое множество потому что это опять же функция f2 полнепрерывная минус будет полнепрерывная сверху и значит под график будет замкнут аналогично и пиев будет выпукло замкнут но нас интересует вот что множество а с внутренностью и пиев не пресекается давайте это докажем ну допустим противное пусть существует какое-то ну х волной минус волной прилежащее пересечение этих множеств тогда во первых внутренность f1 что означает что внутренность над графикой это означает что f1 от x волной будет строго меньше и x волной принадлежит int дому f int дому f1 ну что такое внутренняя точка x волной мю она принадлежит внутренности этого множества вписывается такими точками строгое неравенство и внутренность по области определения вот значит это мы написали что x волной мю задержится в int дому f а что значит в а мы пишем теперь меньше равно второе p0 x волной минус f2 от x волной минус мю 0 и давайте сравним крайние ну я вот мю 0 перенесу в левую сторону напишу меньше равно чего p0 x волной минус f1 от x волной минус плюс f2 f2 если мы вспомним что сопряженная функция определяет через супремум то мы можем сказать что это меньше равно чем супремум а супремум это есть f1 плюс f2 со звездой точки p0 здесь какой-то точке x волной супремум по всем точкам вот но что это такое было у нас да я виноват вот здесь у нас строгое неравенство стоит поэтому здесь стоит строго меньше иначе бы ничего не получилось строго меньше за счет внутренности вот но справа это есть не что иное как миноль мы получили что миноль строго меньше миноль ну и естественно такое противоречие говорит о том что наше допущение о непустоте пересечения было неверно и так мы получили что эти два множества не пересекаются и тогда мы их можем по теореме замечательном теореме обыделимости соответственно разделить значит существует так какие мы буквы тут и использовали ну П с волной скажем мы еще не использовали П с волной бета с волной пара с опряженном пространстве Е со звездой на Р1 не равная нулю не равная 0,0 такая что супремум значение П бета примененное к эпи F1 это значит будет что такое П на Х минус П с волной на Х минус бета в это с волной на мюл вот при условии что Х мюл принадлежит над графиком той сети F1 и вот этот с упремум будет больше а супремум меньше или равен чем инфинум по другому множить инфинум П с волной Х минус ну я минус тут может зря давайте пока плюс будем писать что какая разница плюс бета с волной мюл при условии что Х мюл принадлежит то есть вот мы отделили то есть если внутренность не пересекается то можно отделить по первой теореме обделимости эти два множества теперь если мы посмотрим на правую часть множество а это вполне конечные точки берется инфинум по некоторым значениям функционала то это величина заведомо меньше плюс бесконечности должна быть всегда если мы посмотрим на левую часть то если бета с волной больше нуля а мюл принадлежит над графику мюл больше равно F один от Х любое для каждого Х в том числе который здесь берем то мы легко увидимся что правая часть супремен правой части будет плюс бесконечности то есть получилось что плюс бесконечность меньше строго меньше плюс бесконечность ну такое быть не может в случае А в случае Б бета с волной равно нулю что это означает значит вот этого вот этих слагаемых с бета с волной нету и у нас стоит супремен значение функционала п с волной Х по всем Х а что значит Х мюл и эпи значит Х принадлежит дому F1 то есть мы отделили п с волной отделяет дом F1 от чего от конечных точек где на множестве А а это дом F2 там где F2 конечно то есть мы отделили дом F1 от дома F2 что противоречит условию у нас пересекается даже внутренность дома пересекается с другим значит этого не может быть и остается только случай бета с волной меньше нуля давайте поделим все на бета с волной и получаем вектор P равный P с волной поделить на модуль бета с волной ну чтобы он не менял знаков вот что у нас тогда получается ну давайте обозначим как-то P1 P1 у нас был не был P0 только P1 не был итак P1 есть вот это P с волной на бета с волной по модулю а что у нас получается с супремум в каждом из этих равенств делим на положительное число модуль бета с волной и получаем P X минус мю при условии что X мю из эпи F1 меньше ли равен инфину P1 P1 здесь P1 X минус мю ну что X мю тоже из А давайте расшифровывать теперь что же мы здесь написали такое ну во-первых первый супремум если мы здесь берем мю из эпи F1 то вполне можно заменить это мю на значение F1 правильно супремум от минус мю будет значение минус F1 мы слева получаем супремум P1 X минус F1 от X ну и ясно что здесь можно записать по X из дома F1 формально что вполне совпадает если здесь добавится плюс бесконечность то это совпадает с супремумом того же самого по X принадлежащему всему пространству а это есть ничто иное как F1 со звездочкой в точке P1 вот что у нас стоит слева смотрим что стоит справа инфинум P1 X минус а мю у нас во множестве А к сожалению я его сейчас неудачно стер мю у нас было сейчас мы найдем было меньше вот оно множество А мю было меньше равно P0 поэтому если мы добавим верхнюю границу перед у мю то мы как раз инфинум еще лучше то есть стояло то есть вот это минус мю если мю у нас было меньше то минус мю больше равно поэтому инфинум как раз вот это вот значение P0 X плюс F 2 X и плюс мю 0 ну мю 0 я могу спокойно вынести из инфинума будет просто инфинум по всем точкам опять же из дома F что в принципе опять же можно переписать как все точки из пространства E теперь этот инфинум есть минус супремум если здесь поменять минус супремум если под знаком поменять знак то есть P0 минус P1 X и минус F2 от X и плюс мю 0 но вот этот супремум мы знаем это опять же есть сопряженная функция в точке P0 минус P1 минус F2 со звездочкой в точке P0 минус P1 и плюс мю 0 что же мы в итоге получили слева стоит у нас F со звездочкой 1 P1 а справа это будет меньше равно минус F со звездочкой 2 точки P0 минус P1 плюс мю 0 но мы можем перенести эти две звездочки в левую часть мы получаем что F1 со звездочкой P1 плюс F2 со звездочкой P0 минус P1 меньше равно мю 0 что здесь такое стоит здесь стоит сумма которая была в сверке только в сверке инфинум еще брался по всем поэтому если мы возьмем инфинум то он будет меньше или равен то есть F1 со звездочкой плюс кружочки F2 со звездочкой от суммарной точки от P0 будет меньше или равен чем в какой-то конкретной разбивке а теперь мы вспоминаем где мы вводили число миноль уже стерли что такое было миноль это F1 плюс F2 со звездочкой ну вот мы получили неравенство которое является обратным или противоположным неравенством к тому что стояло в равенстве 4 тривиальном когда мы писали что-то замыкание то есть это означает что имеет место равенство вот эта замечательная теорема на мой взгляд очень красивая теорема вот она доказана и на этом мы сегодня заканчиваем лекцию и на н hiding это это таким так я ير и Продолжение следует...